В Международном аэропорту Сочи лайнер с гостями приземлился в 23.15. Несмотря на поздний час, японскую делегацию встречали хлебом с солью и песнями. К сожалению, перелёт задержали до Москвы, но мы очень благодарны за приём и с нетерпением ждём общения с мэром Сочи. Я хочу сказать, добро пожаловать в город Сочи. Очень рады, что приехали. Наши братские дружеские связи мы начали готовить ещё в Нагато почти год назад. Ну а здесь Сочи их завершил. В курортном Сочи гости из страны восходящего солнца пробудут пять дней. Сочинская делегация в прошлом году уже побывала в Японии и там договор о дружбе подписан. То же самое необходимо сделать и здесь. Только тогда Сочи и Нагато станут городами-побратимами. А новый день для японцев начался опять с яркой встречи. На этот раз их приветствовали и студенты, и школьники на площади Флага. Ульяна Ермакова учится в четвёртом классе восьмой гимназии. В разговоре с мэром Нагато признала, что любит японский язык. Уже во время официальной беседы гости, принимающие страна, отметили, что подписание соглашения об усыновлении дружеских связей проходит в переплёсный год Японии в России и год России в Японии. Порадовали делегатов студенты института РУДН. Они пообщались с ними на японском языке. В ВУЗе уже три года проводится обмен студентами России и Японии. Мы готовы расширить наши возможности и пригласить себе студентов из Японии и из других университетов. Мы рады всем. Участники международной встречи обменялись подарками и отправились на экскурсию. Началась она в здании мэрии, а продолжилась в Музее Олимпийской славы, где Курао Аниси оставил пожелания в книге почётных гостей. Я почувствовал спортивный дух в музее. Россия воспитала много сильных олимпийцев, а Сочи для меня – это парк. Японская делегация в сопровождении мэра Сочи прогулялась по улице Новогинская, вышла к морвокзалу и с удовольствием побывала в черешневом саду, который во время цветения очень похож на японскую сакуру. Мы покажем Мацесту, наш курорт больниологический, который, в принципе, тоже они хотят посмотреть. Точно так же и наша делегация всё смотрела лучшее. В программе «Прибывание на завтра» запланировано, кроме официальных мероприятий, и посещение Красной Поляны. Японская делегация поднимется на самую высокую точку Розахутер. Елена Овсецына, Николай Тихонов, Алексей Давыдов. Телекомпания ФКТ.